Ну, представьтесь, кто вы. Зовут меня Николай Викторович Лазунов. Живу я в городе Шахты по улице 26-го и 6. Суворов Павел Николаевич и Зинаида Суворова, жена его, мои кумовья. Ну, а его дети мои тоже родственники. Ну, я хочу рассказать такую историю, которая произошла в моей жизни. Пожалуйста. В возрасте мне было тогда 25 лет. Сейчас мне 55 лет, а это было 30 лет тому назад. Ну, это все так свежо в моей памяти, как будто это произошло буквально в эту секунду. Так что считайте, что вы это все слышите с моих первых уст. А было так. Помню я, мы попали в катастрофу. Помню я больничный коридор. Помню склонившийся врачей над моим телом. Автокатастрофа. Автокатастрофа была, да. Я попал в больничную кровать. И я вижу врачей в колпаках, в белых халатах. И вижу свое тело, лежащее на койке. И как бы вижу себя сверху. Открыто окно. И я поднимаюсь в это окно. Начинаю как бы подниматься вверх. Подниматься вверх, как птица начинаю лететь. Поднимаюсь над крышами, над деревьями. Поднимаюсь еще выше, выше. И все это остается внизу. И потом какая-то темнота. И потом эта темнота расходится. Свет. И как бы туман раздвигается. И стоит старец. И смотрит на меня и говорит, тебе плохо? Я говорю, да. Он говорит, ну потерпи, тебе будет сейчас еще хуже. И мне стало хуже. Я как попал бы как в турбулентность. Летел, кувыркался и вверх ногами. И вот так меня крутило, вертело в разные стороны. После этого появился свет. Какой-то туннель. И в этот туннель я влетаю. И передо мной стоит юный, красивый мужчина. Ну уже в достаточном возрасте. Он на меня посмотрел и говорит, тебе плохо было? Я говорю, да. Он сейчас тебе будет хорошо. И после этого, когда он мне это сказал, я увидел песок. Увидел птиц. И обучайной красоты. Ну по сравнению, если взять нашего павлина и нашего воробья. И вот павлина сравнить с воробьем. Ну представляете, какое будет соотношение павлина и воробей. Так вот наш этот павлин. По сравнению с теми птицами будет это наш воробей. Выглядеть так эти птицы там выглядят в раю. Потом я видел деревья. Необычайной красоты. На земле их тоже этих деревьев нет. Плоды на них тоже красивые, бесподобные. Аромат такой, благоухание, песок. И какая-то прямая дорога, дорога, дорога. И я хотел воды. Страшно мне хотелось пить. И когда я захотел пить, то пошел по дороге. И вышел как бы к морю. Вижу море. Думаю, ну значит море, значит соленое. Пить нельзя. Но все равно жажда настолько меня овладела, что я захотел попробовать даже хоть соленой водой намочить губы. И когда я зачерпнул ладонью, прикоснулся к губам, а вода оказалась пресной. А вокруг море. И тогда я лежал среди этого красоты, благоухания. И наблюдал за морем. И я вижу, что среди людей там нету. Я только один. И вся эта красота, благоухание, природа, тепло, солнышко светит. Все. И увидел на горизонте как бы пароход что-то такое движущийся. Ну я так прогляделся. Не пойму. Ближе, ближе, ближе. А потом я вижу, что по морю идет человек, как посуху. Идет, идет, идет. И ко мне подходит, подходит, подходит. И берет меня вот так за руку. И спрашивает, ты веруешь? Я говорю, да. А он на меня посмотрел. Ну поверить, твоей дано тебе будет. И потом он говорит, когда ты... Ты хочешь, хоть остаться здесь? Он мне спрашивает. И так же держит меня за руку. Или хочешь вернуться на землю. Я говорю, не, я хочу здесь остаться. А, ну раз ты хочешь остаться здесь, то ты вернешься на землю. И он вот так вот руку убирает. Складывает вот так руку и уходит. И так же, так же я ушел в море. Как благословляет, да? Да, как меня благословил и так же ушел в море. И я очнулся. Я лежу на больничной кровати. У меня стоит капельница. И возле меня сидит медсестра в белом халате и в белой шапочке. Вот так я видел Иисуса Христа, Пантерима. А потом, вот рассуждали над этим сном, вы воспринимали это как галлюцинации? Нет, это было настолько... Это была полная реальность. Это полная реальность. А как вы могли это объяснить? И вообще могли вы это объяснить? Ну я сначала не мог объяснить. А потом я это нашел в духовных, церковных книгах. Нашел эти объяснения. А сколько лет прошло после этого? Что вы потом нашли объяснения? Ну я сначала начал в фотографиях искать. По фотографиям думаю, ну я же где-то... Люди ж были живые, подходили, держались, разговаривали, спрашивали. Я летел, все. Ничего не пойму, на фотографиях нет. А потом матушка моя, Лидия Демьяна, глазуно, говорит. Пойдем, говорит, у нас тут живут Суворовы. У них там есть старец, тетя Финя еще была, покойница. Дядь Коля Суворова, супруга. И дядь Коля Суворов. Как я его считаю своим духовным отцом. Говорит, пойдем, у них вот есть иконы, может, на иконах ты посмотришь. Ну я пришел к ним. Отсюда же пошли в них, зашли в комнату. У них иконы кругом висят. В то время это было 1984 год. 1984 год это было, август месяц. Прошли, я говорю, на икону смотрю, говорю, вот, вот. А дядь Коля говорит, это Николай Чудотворец. Ах, интервью берут мне с ней. Сон рассказывает. Это не сон, это я, которая произошла в моей жизни. Помнится, как будто только что произошло. Я говорю, а второе? Он говорит, второго здесь нет. Он говорит, ну пойдем в этот. В другую комнату. Зашли в другую комнату. Я говорю, вот это. Он говорит, это Пантелеймон-целитель. А третий? Я говорю, третьего здесь нет. Он говорит, ну пойдем в зал. И в зал зашел. И икона. Я говорю, вот. Я и не знал, кто это. Но сразу говорю, вот он был ко мне, подходил, держал меня за руку. Вот это сказал, что я веруешь, поверить в это, оно будет. А дядь Коля говорит, это же Спаситель, это же Иисус Христос. Ты его видел как? К шедшему по морю, как посоху. Да, он говорит, ну в Библии так и, в Евангелии так и написано. Что Иисус имел такую способность ходить по морю, как посоху. А крест видели вы? Как бы вот четкое изображение креста. Или этого не было? Нет, вот он меня держал вот так вот. Он держал пальцы, вот как священник, когда восславляют. То есть креста вы нигде не видели? Креста я нигде не видел. Я видел море, креста, птиц, вот эти райские деревья, это пение там, это все, 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 все. А такого креста там или что-то признаков смерти. То есть потом, после общения с Суворовыми, вы поняли, что это душа ваша выходила? Да, что это с меня, что это душа действительно выходит. А кому-то вы рассказывали после этого случая сразу там родным, близким, знакомым? Ну, я матушке рассказал, отцу рассказал. Матушка поверила вам. Поверила, да. А то другие могли подумать, что галлюцинация... Ну, я людям таким вот мирским рассказывал, они сказали, да, он где-то сумасшедший, у него свихнулся с головой. Это часто такое бывает. Я в книгах читал, что считают людей, что у них галлюцинация... Он свихнулся и все. Я пошел... Или с ума сошли. Да, он сошел с ума, он ненормальный и все такое. Потом к врачам пошел к доктору, пришел, говорю, доктор, так и так вот я видел, что-то тут. Доктор на меня посмотрел, говорит, ну, парень, у тебя галлюцинация. Галлюцинация, это пройдет, это не расстраивайся. Вот и все фактически, что я видел и хотел рассказать. Это вам было 25 лет, да? Это мне было 25 лет. 30 лет тому назад было. 30 лет тому. Ровно 30 лет. Тут в августе месяце будет 30 лет. Ну, вот это вас подвигло к духовному? Да. К церкви, к покаянию, к познанию Господа. И исповедь, причастие, да. Батюшка, отец Георгий Смаркалов, в котором храмы у нас, центральный собор, это кафедральный на шахтах, он меня исповедовал и все грехи сказал, что какие грехи ты свои, за жизнь ты свою, за все, сколько ты там сделал, прожил, все грехи из тебя снимаются. И он меня исповедовал, прочистился. А крещение когда у вас было? А меня еще младенцем крестили. Еще с детства погружением, да? Я еще маленький, там, мне 3 месяца, месяц или 3 было. Я не помню, честно говоря, мать рассказывала, что меня крестили. А церковь, которая меня крестили, она стояла у нас в шахтах на втором милиционном, она была деревянная. Ее потом сломали, эту церковь, и на ее месте решили построить институт, Шахтинский научно-исследовательский институт, Шахт-Нюи. Ну, там, проектируют оборудование для шахт, для добычей угля. Так вот, старые люди рассказывали, 3 раза фундамент закладывали для строительства самого института, и фундамент проваливался под землю. На том месте, где стояла эта церковь, в которой крестили. Она была деревянная, небольшая такая церковь. Ну, батюшку, конечно, я не помню, мне там было 3 месяца, не больше. Спасибо, Христос, за рассказ. А, и вас тоже. Храни вас Господь. Многие лета. Проезжайте к нам в гости. Здесь я живу. Пойдемте ко мне в гости. Ко мне и в гости. Да, здесь буквально 5 минут пройти, 2 улицы вниз. Я вам покажу.